Девушки отдыхают Началась уже серия Якуба Коваржа Второй бросок отражает Филипп Хольм Остается ни с чем и следом Ян Коварж, который, кстати, в Амуре у себя буллиты исполняет И тут заход-то был неплохой Но Коварж пропускать пока отказывается Идем дальше Ого! Вот это хитро сейчас было от Дарны Титса Одного из самых результативных защитников Но ему не удалось Коваржа переиграть Также нейтрализует Романа Старченко Но теперь-то, а теперь-то, а где же Широков? А Широков пропускает в свою очередь и Бурдасов Бурдасов обрывает серию Коваржа Пять! Ну это тоже, я думаю, что Такой хороший задел на победу для Якуба Коваржа Пять отраженных подряд бросков И начинается новая серия, которая, ну, может быть Никита Михайлов Игрок Сибири И вот он Широков Булитмейстер высочайшего уровня и широчайшего профиля Но в этот раз не удалось Филипп Ларсен как-то так свою очередь пропустил Ага! И вот почему В команде дивизиона Чернышова произошла замена Вместо Филиппа Ларсена Штрафной Ну, не назвал бы это броском Исполняет Дмитрий Сычев, дамы и господа И продлевает свою серию Коваржа Дмитрий Сычев Известнейший в прошлом футболист Игрок в сборной России Последнее время здорово играет в хоккей Но он из Омска Ничего удивительного в этом нет Собственно, совсем недавно Дмитрием Сычевым Играли в Нижнекамске Против команды высшей хоккейной лиги Альметьевского нефтяника Исычев там прекраснейшую шайбу совершенно Забросил броском в ближнюю девятку О, это было красиво А вот здесь Ларсен показывает Что атакующий защитник Он, конечно, выдающийся очень легко Коваржа переигрывает И, таким образом, лучшая серия Коваржа так и остается На отметке 5 Ну что же, это ориентир Для остальных соперников Вообще, я думаю, неплохо Неплохо, тем более Коварж начинал первым Ну что же, а теперь Юлиус Гудочек Капитан команды дивизиона Поброва Коу-кипер московского Спартака Человек просто созданный Для матчей звезд Со всех точек зрения Он эффектен и в игре Он эффектен и после игры Его Гудо-шоу Это уже просто Классика Ютуба Прости, господи Да, это точно, действительно Он может и в игре Показать классы И после игры Устроить шоу Вообще, для Гудочка Это второй матч подряд Матч звезд мы имеем в виду Естественно Смена команды на нем не сказалась Вообще Одна из ключевых фигур Московского Спартака Кстати, уверенно Идущего по пути Плей-офф Так что Это лидер Мы привыкли лидерами Называть Полевых игроков А вот здесь вот Гудочек делает свое дело Команда дивизиона Тарасова Будет проверять Гудочек на прочность По порядку номеров Начинать должен Александр Елесин Кристиан Хенкель Двух защитников Но тут на льду вносится Коррективы Понятно, что Никто уж так Всем придираться не будет Тем более, что Вот если Дмитрий Сычев Вместо Филиппа Ларсена Исполнил Кому от этого хуже стало Ну, только если Только команде Итак Александр Елесин Жесткий защитник Ярославского локомотива Демонстрирует Незаврядную технику Владения клюшкой Но Шайбу ворота Переправить не сумел Кристиан Хенкель Минское Динамо Тоже пытается Переиграть Ну, такой Булит имени Павла Валерьевича Доцука Но техника Немножечки не та Подвела она слегка Эрик Отел Тоже нет Третий подряд Булит Отражает Гудочек Ну, как-то уж очень просто Хотят ему Забросить В том плане, что Больше не просто Хотят красиво А вот это вот просто Называется Просто, да Якуб накладал Просто Взял И пальнул Из слота На вылет В три Булита Отразил Гудочек Удастся начать Новую серию Да Ржепик Опять Сближается Максимально И переигрывать Уже Некуда Своего оппонента Мэтт Робинсон Тоже, кстати, здорово Исполняющий Булиты Но Не в этот раз Дальше Миро Алтаня Финский Нападающий Витязя Нет Три Это третий Четвертый Заход На цель Это Антон Васильев Охо Охо Просто Раздевает Нападающий Петербургского Динамо Вратаря Московского Спартака В этом эпизоде Прекраснейшее Исполнение Локтионов Я скажу, почему Видел Васильева Разминающегося На тренировочной Арене Он там Посвятил Разминке Минут 30 Недаром Он Размялся Вот, видишь Как получилось Кирилл Капризов Броском Из-за ноги Переиграть Гудочека Не сумел Серия Вратарская Не может Завершиться Сейвом Она должна Завершиться Голом Именно поэтому Пошли на второй круг Участники В черном Но Елесин Быстренько Эту экзекуцию Завершил Таким образом Лучшая серия Гудочека Составила Три Отраженных Броска И на этом Его Участие В конкурсе Завершается Таким образом Пока Голкипер Дивизиона Чернышева Ян Нет Дивизиона Харламова Яку Коварш Приносит Своей команде Очков У него Пять Отраженных Бросков Так Мэтью Майоне В центре Внимание Катается На синей линии Подождите Тут два Мэтью Майоне У него брат Близнец Ты что-нибудь Слышал об этом? Такая Богатая Шевелюра У двойника У близнеца Мэтью Майоне Но на коньках Не катается Видимо Интересно Стало Это неожиданностью Для самого Майоне Ну Суть по всему Нет Раз он с гитарой Если бы у вас был брат Это было бы для вас Неожиданностью Его появление Ну Клюшка Тоже так себе Но брат И так играет Такей Судя по тому Как обращается С клюшкой Ну да С гитарой Второй Майоне Получается Да Закружили Голову Бабкову Ой Да этот Съедь это И не брат Вовсе Майоне Надо бы Еще попросить Крупный план Кого-то он мне Напоминает Очень Этот брат Опаньки Вот эти Блондинистые кончики Выглядывающие Из-под парика Мимо Мимо Ворот Зарипов Также Бабкова Переиграть Не сумел Два булита Отражено Теперь у нас На цель Заходит Арсен Кисамутинов Из Нижнековского Реактора Нет Три булита Отразил Бабков А здесь Забыл Бросить Юсо Пустинин Чемпион мира По болотному футболу Кстати сказать О как Кравцов Здорово Катил Между щитков Бабкова Но не докатил Пять бросков И Бабков имеет возможность Показать лучший результат В этом конкурсе До Коста Казалось бы Уже Сделал все Но не поднял Шайбу И шесть бросков Бабков Вот так неудачно Этот конкурс для него Начинался Но Лучший результат Именно Угол кипера Омскова авангарда На данный момент И начинает он Новую серию Отражая бросок Виктора Антипина Напоминаем Что серия Не может завершиться Сейвом Поэтому на второй круг Пошла команда дивизиона Харламова Снова Полпостма Который очень уверенно Свою первую попытку Реализовал И сейчас Эффектно Провернулся Вокруг своей оси Но в ближнюю девятину Шайбу ему Направить не позволили Найджел Доус Король хитриков Победитель прошлого конкурса Останавливает Эту экзекуцию Игре Бабкова Но из ворот Голкипер Авангарда Уходит С лучшим промежуточным результатом Шесть отраженных Улитов Подряд Да Бабков Раскупает за Авангард И в семи матчах Этого сезона Он оставлял Свои вороты В неприкосновенности Семь раз Правильно Мы сказали И входит он В пятерку Лучших голкиперов Континентальной Хоккейной лиги По этому показателю И его Клад В лидерство Команды В своем дивизионе Не отжигим Да Вот Согласен Собственно Это мы и хотели сказать Была проблема Перед сезоном Сломался Каня Рамо Которого брали На просто Солова Голкипера Но Бабков Заиграл так Что в общем Все эти волнения Завыклись Рама тоже может Спать спокойно Восстанавливаться И Готовиться К возвращению Большой хоккей Ура Так Ну и Мы идем дальше Голкипер Дивизиона Тарасова Занимает Место в воротах По 31 номерам Это Ларс Юханссон А здесь Наталья Кларк Решила Переодеться И Принять участие В этой Булитной серии Наталья увлеклась Хоккеем Не на шутку Собственно Посещает Тренировки Готовится Готовится И вот Теперь Сейчас Будет Демонстрировать Видимо То Чему научилась Ларс Юханссон Голкипер ЦСКА Занимает Место в воротах В последнее время Вообще не пропускает Армейские воротари И сегодня Ну будет Возможность у зрителей Все-таки Увидеть Как Шайба Оказывается За спиной Голкипера ЦСКА Ну Может быть Наверное Те кто Не смог Ему забить С учетом Тому что Серия не может Заканчиваться Сейвом Голкипера Рано или поздно Мы увидим Либо мы увидим Очень долгую серию От Ларса Юханса Вот я говорю Те кто не успел Ему забить В чемпионате Здесь может Оторваться И забросить Не одну шайбу Ну что Наталья Кварк Похоже Просто Сальда Будет Руководить Процессом В ручном Режиме Дмитрий Когарлицкий Самый Быстрый Хоккеист Хоккеист Этого Этих выходных По очень Затейливой Траектории Наезжает На ворота Но Переиграть Юхансена Ему Не удается Такое ощущение Что Наталья Кварк Каждому игроку Своей команды Произносит Мотивационную речь И Мэтью Майоне Мэтью Майоне Переигрывает Юхансена Красиво Ничего не скажешь Палки в колеса Вставляет Наталья Кларк Игрокам своей команды Но на Марченко Это практически Не отражалось Все-таки Излишне Сблизился Он с Ларсом Юхансеном И переиграть Того Не сумел Илья Зубов Вдохновленный Ассистентом Тренера своей команды Заходит на цель И прошивает Ларса Юхансена Кому никак Не удается Выдать Такую Продолжительную Серию Столь же Продолжительную Как в регулярном Чемпионате Вот Давай три раза быстро Наталья Кларк Усложняет Просто задачу Своим подопечным Заставляя Каждого Делать Какое-то упражнение Перед буллитом Да вот Отжимания Гаврикову В прок Не пошли Что Наталья Придумает Для следующего Так Лаурис Дарзинш Демонстрирует Совершенно Виртуозное Владение Клюшкой Но в последний момент Светает Шайба С крюка Оцените Александр Ну конечно Владение Клюшкой И шайбой На весу Просто Сумасшедшее Но Нужны голы Нужны голы Гола нет И здесь Гола нет И в итоге Уже Серия Из трех Отраженных Бросков У Ларса Юханса Вадим Шипачев Нет Ему Юхансана Переиграть Не Удается И уже Четыре Пульта Отразил Голкипер Дивизиона Тарасова Лучший Результат Пока У Игоря Попова Шесть Александр Барабанов Опа Из-за ноги Вынимай Ларс Юхансан На отметке Четыре Застывает Его Сирен Ну и Никита Гусев Человек Которого Постоянно Обходили Признанием В конкурсах На лучший Булит Здесь Штанга Становится У него На пути Таким образом Имеет Юхансан Возможность Улучшить Свою серию На второй круг Пошла Команда В красном И все Закачивает Когарлицкий Лазерным По точности Броском Под перекладину Вау Ну и что У нас есть победитель Да Игорь Бобков Принимает Поздравления Партнера По команде Он приносит Дивизиону Чернышова Одно очко Но это еще не все Наталья Кларк Без перчаток Заходит Заходит На цель И переиграть Ларса Юхансена Ей удается Со второй попытки Потому что В розовых трениках Это не булит Это игровой выход 1 на 1 Значит добивать Можно Это правило Вот только что Сейчас высветилось На наших Комендаторских Мониторах Таким образом Наталья Кларк Показала Что Все не зря Все не зря Ну и к тому же Забросила она Вратарю своего дивизиона Как бы Показав что Расслабляться Нельзя Да Лаврис Дарзин Волшебные руки Конечно Жаль что Вот Броска Так и не состоялось У него Александр Барабанов Это интересно Но к этому Мы уже привыкли Так А сейчас еще и танец будет Воу Наталья конечно Затейница 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 Начинаю Затейница Ну что же, неплохо.